Сеженье глядит в полуночь и блажен Раме Божьи, обрящих дяща. Мы продолжаем разговор о кресте, а точнее о том, что есть крест свой и что есть крест Христов, и как человек, желающий спасения, должен его нести. Вне креста нет живого познания Христа, учит святитель Игнатий Бринчанинов, и поясняет, что для принятия креста Христова человеку прежде должно отвергнуться себя, а еще раньше признать себя грешником и захотеть обрести свободу, захотеть освободиться от рабства греха. Архимандрит Лазаря Башидзе пишет, «Каждый шаг на пути духовной жизни христианина есть не что иное, как покаянное движение сердца, зрящего свои грехи. С покаяния человеку открывается дверь в церковный мир, и только через покаяние ему откроются райские врата, ибо начало покаяния и есть начало спасения». Но прежде чем приступить к покаянию, нам понадобится разрушить многие привычные понятия, ценности, отказаться от прежних знаний, вкусов, привязанностей. А кому-то предстоит оставить в прошлом огромный греховный хаос, но прежде придется перечеркнуть его началом спасительного покаяния. Этот процесс чрезвычайно сложен, и у разных людей он происходит по-разному, поскольку каждого Бог непостижимыми судьбами своими изводит из этого плена египетского и ведет через пустыню очищения в землю обетованную. Но мы помним, как еврейский народ преодолевал такой путь. Сколько раз евреи порывались вернуться обратно в Египет, сколько раз они заявляли Моисею о нежелании двигаться вперед. Да, идти от рабства к свободе нелегко. Но как же нам совершать такой переход? Этот переход обычно совершается с помощью Божией. То есть как вот тогда Моисея послал Бог к народу, который его повел, так сегодня Моисеем является сам Христос. И, наверное, святые угодники Божии, которые тоже показывают пример, как идти. Но все-таки вот эту силу, заряд вот этот, который когда-то давал Моисей, он же как вождь был. То сегодня это и есть Христос, и он ведет человека сам. Поэтому просто сказать человеку, брось вот свои греховные привычки и иди другим путем. Никто так не пойдет. А должна быть именно вот этот призыв в душе. Вот когда есть призыв, тогда человек идет. Но, конечно, ему требуются какие-то пособия, какие-то подсказки на этом пути. И в частности, то, что действительно признать все свои мысли, все свои слова, дела греховными, на это очень немногие способны. Это могут быть исключительно редкие случаи. Может быть, как праведный Семен, который ушел в пустыню, он бросил все и ушел. Или как Мария Египетская. То есть она действительно осознала, что вся ее жизнь греховна. И она изменила полностью свою жизнь. Но это редкие, исключительные случаи. А обычно человек как-то постепенно это осознает. И, может быть, это, ну, как-то, скажем, не то чтобы правильно, потому что правильно и то, и то, но это более легко для человека, более для него, ну, скажем, вместимо, чтобы он смог этот все-таки переход совершить. И вот в этом смысле, наверное, нужно рассматривать свои действия, свои отношения, свои дела. Рассматривать их с точки зрения Евангелия и видеть, что в них греховно, что в них еще более-менее приемлемо. Даже когда ведь переходила Русь от язычества к христианству, то пастыри христианские, они рассматривали какие-то обычаи русского народа и рассматривали в том, не в том, что отвергнуть все сразу, а смотрели, вот это можно принять, вот этого принять нельзя, вот это надо изменить. И также, наверное, каждый христиан, он как-то приходит от язычества к христианству, он рассматривает свою жизнь и смотрит, да, я подаю милостыню, что в ней греховно, а что в ней положительно, и как мне ее подать правильно, чтобы это было более по-христиански, скажем так. И чтобы это не отвечало моим личным корыстным интересам каким-то, а чтобы отвечало тому, что я восхожу по пути духовному и становлюсь христианином, и любое другое действие. Только совершивший такое отречение от себя, способен принять крест свой. Такой человек, пишет святитель Игнатий, с покорностью Богу, призывая его помощь для укрепления своей немощи, смотрит без боязни и смущения на приближающуюся скорбь. Он готовится великодушно и мужественно перенести ее и уповает, что посредством ее он соделается причастником страданий Христова, достигнет таинственного исповедания Христа не только умом и сердцем, но и самим делом, самою жизнью. Крест дотоле тягостен, доколе он пребывает крестом своим. Когда же он преобразится в крест Христов, то получает необыкновенную легкость. Ведь сказал же Господь, «Иго мое благо и бремя мое легко есть». Крест возлагается на плечи учеником Христовым, когда он признает себя достойным скорбей, не спосланных ему божественным промыслом. Так учит святитель. Но как часто люди, услышав подобные слова, начинают противиться им? Говорить, что исполнить эти слова при сегодняшней жизни невозможно, что обращены они были к великим подвижникам прошлых веков, но никак не к современным мирянам. Отчасти эти люди правы, но лишь отчасти. Ведь если немощный человек, грешник, к тому же живущий в миру, сегодня не может приблизиться к христианским идеалам, то это вовсе не значит, что они недостижимы, что об этих идеалах надо забыть или надо перестать говорить о них. Да, возможно, двигаться к указанным в Евангелии целям монашествующим проще. И, возможно, кто-то из них смог приобрести некий духовный вездеход, на котором удобнее проходить узкий и тернистый путь спасения. А ведь у многих мирян и даже велосипеда нет, тоже духовного, и пешочком всю дорогу придется идти. Но ведь идти, а не стоять на месте. И что из того, что монахи порой оказываются впереди христиан, живущих в миру. Зато последним легче, когда есть первые. Ведь они не только прокладывают дорогу, они указывают и на многие опасности, которые встречаются на пути. Ну что такое монахи? Монахи были отшельники, монахи были и общежительные, как и сейчас есть общежительные монастыри. И они говорили о том, как должно пребывать в обществе человеческом. То есть как должно переносить те оскорбления, те какие-то невзгоды, те, может быть, смущения, непонимания, которые в обществе человеческом существуют. И, в общем-то, приходили к мысли о том, что нужно стараться жить среди людей, как среди ангелов. Это очень высокая, конечно, планка. Вот они писали для монахов. То есть, допустим, человек прислуживает на трапезе, что, допустим, в столовой тот же там какой-то человек, который убирает со столов или подает, или же официант, то есть он подает как ангелом Божиим. Вот этот трапезник. И в этом его служение, в принципе, в этом нет ничего сложного. То есть просто переносить немножко свое сознание, что я не со злой мыслью, что зачем они опять пришли, значит, почему я должен здесь работать, а с мыслью благой, что я подаю действительно достойным людям, что я им служу, потому что они достойны этого. То есть что такое ангелы? Ангелов никто не видел. Но это существа, которые достойны всяческого почитания. И так вот святые отцы повелевали служить своим близким. Но большая часть тех наших зрителей, кто смотрит эту программу, живет в миру. И разве они способны служить своим ближним как ангелам? Служить соседям, коллегам по работе, попутчикам в общественном транспорте, служить так, как это делали и продолжают делать монахи? И вновь возникает тот же вопрос. Но мы же не монахи. Как жить? На этот вопрос сами монахи отвечали мирянам без затруднений, а порой и шутливо. Так преподобный Амбросий Оптинский и вовсе давал рифмованные советы, наверное, чтобы лучше запоминалось. На вопрос, как жить, батюшка отвечал, «Жить не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать и всем мое почтение». Или предлагал такую формулу. Нужно жить нелицемерно и вести себя примерно. Тогда дело наше будет верно, а иначе выйдет скверно. Но разве эти советы старца не универсальны? Разве современный христианин, трудящийся в миру, не в состоянии их исполнять? Допустим, водитель, он ведет автобус. К сожалению, очень часто, когда почему-то так происходит, удивительно, что водитель раздражается. Он гневается. Он, может быть, раздражается на других водителей, которые на дороге находятся, но в итоге выливает этот гнев на пассажиров, которые сидят в автобусе. Его задача была бы такая, что он тоже везет людей достойных, всяческого почитания. Если он хочет быть христианином, конечно. То есть, если водитель везет людей, пусть он везет или паломников, или просто работает на каком-то маршруте, но если он сам желает быть христианином, то он должен относиться к ним со всевозможным уважением, как к чадам Божьим, и стараться это исполнить. Если он водитель на грузовике, и у него нет никого, на ком он мог бы действительно воспитывать свои христианские добродетели, то он может просто слушать, сейчас, к счастью, достижимые такие вот средства у нас, слушать какое-то творение святоотеческое, или тоже Евангелие, или же какой-то канон даже, или молитву, или сам молиться. Все это, его тяжелая работа, он действительно ведет такое, может быть, не совсем исправное транспортное средство, и не совсем хорошим дорогам, его окружают не слишком хорошие водители, но он в этих условиях тяжелейших может исполнять заповеди Христова, то есть он может исполнять самую главную заповедь о любви к Богу, молясь во время дороги, он может исполнять заповедь, очень важную о любви к людям, если который рядом с ним находится, или даже к тем же, может быть, неопытным водителям, которые его окружают на дороге, относясь не как к ним, как к каким-то соперникам, а как к своим друзьям, как к своим собратьям, и сожалею и сочувствую им. В этом случае его крест, тяжелый крест, он вынужден кормить семью, он вынужден в любую погоду совершать свою работу, но его вот этот тяжелый крест, он преобразуется в крест Христов, потому что он действует со Христом ради Христа, и, конечно, он облегчается, потому что уже само служение становится радостным, он с хорошими людьми едет, и его окружают хорошие люди, которым он старается принести тоже радость. Вот, конечно, это очевидно, что крест становится легким. Святитель Игнатий Бринчанинов в статье «Крест свой» и «Крест Христов», как и во всех иных своих творениях, пишет больше не теорию. Он рассказывает о практике христианской жизни, в том числе и о личном опыте. Ведь крест самого святителя был тяжел хотя бы по причине его болезней, которые со временем все более осложнялись. Но подвижник все переносит со смирением. Изможденный болезнями и трудами, в одном из писем он восклицает «Благодарю Господа. Я счастлив. Не по грехам моим счастлив. И в первую очередь потому, что я христианин и монах, хотя и недостаточный». И все сочинения этого христианина и монаха не есть плод размышлений богослова-теоретика. Они вобрали в себя весь жизненный опыт деятельного подвижника, созидавшего свою духовную жизнь на основе священного писания и нравственного предания православной церкви. Вспомним хотя бы один такой пример из жизни святителя, чтобы убедиться, слова его с делами не расходились. Своё послушание Дмитрий Бринчининов проходил в Александросвирском монастыре. И там он отличался беспрекословной покорностью и глубоким смирением. Они, оказывается, могут приносить человеку великую духовную радость. Вот как об этом говорится в жизнеописании святителя. Первое послушание было назначено ему на поварне, где поваром трудился бывший крепостной его отца. Однажды этот самый повар так бросил молодого послушника Бринчининова мучной мешок, что того с ног до головы осыпало белой пылью. А послушник подхватил мешок и смиренно пошел в амбар за мукой. Там он, по приказанию того же повара, растянул этот мешок обеими руками, к тому же прихватил его зубами, чтобы удобнее было всыпать муку. В этот момент будущий святитель и ощутил в своем сердце новое странное духовное движение, какого прежде никогда не испытывал. Собственное смиренное поведение, полное забвение своего «я» вдруг так усладили его тогда, что после он всю жизнь вспоминал этот случай. Святитель Игнатий с смирением принял это, как именно от какого-то слуги Господня, он принял этот мешок и всемирно старался услужить уже своему слуге, которому когда-то действительно переменили себя не ролями, но в святителе Игнатия это послужило большой духовной радостью. Он ощутил действительно какое-то соединение с Богом в этот момент. Это было очевидно духовное явление. Именно за его попытку его исполнить заповедь Христова тут же Господь пришел к нему. Позже святитель Игнатий напишет, «Ученик Христов тогда несет правильно крест свой, когда признает, что именно неспосланные ему скорби, а не другим, необходимы для его образования о Христе и спасения. Терпеливое несение креста своего есть истинное зрение и сознание греха своего, в этом сознании нет никакого самообольщения. Но признающий себя грешником и вместе с тем ропшущий и вопиющий с креста своего доказывает тем, что он поверхностным сознанием греха лишь шельстит себе, обманывает себя. Терпеливое несение креста своего есть истинное покаяние. Распятый на кресте, исповедайся Господу и праведности судеб его. Обвинением себя оправдай суд Божий и получишь отпущение грехов твоих. Но так может нести крест свой лишь подлинный ученик Христов. А что же делать тому, кто пока еще не уч? Разве такой не уч поймет, как пишет святитель, что терпеливое несение креста своего есть истинное покаяние? Я вот ничего наилучшего не могу найти, как старинную-старинную поговорку, которую все знают, опять же, часто повторяют, что Бог терпел и нам велел. То есть, вот если говорить о терпении, то первый учитель терпения для нас это есть Бог. Ну, под Богом, разумеется, Христос, который претерпел многие страдания, скорби, крестную смерть, и нам велел. И нам показал и сказал, что мы тоже должны терпеть скорби. Как он говорил, что если меня не понимают, то и вас не будут понимать. То есть, если мы станем учениками Христовыми. Вот что такое ученик Христов? Ученик Христов – это есть человек, для которого Христос – образец. То есть, он смотрит на Христа и пытается в жизни своей воплотить какие-то качества Христа. Ну, какие это качества относительно скорбей, если мы говорим о скорбях? Это, в первую очередь, должно быть, конечно, кротость, смирение. Но смирение в том смысле, опять же, как мы рассматриваем статью «Святителя Игнатия», смирение принять эти скорби как свои скорби, что они посланы именно мне. «Посланы мне, чтобы я, соответственно, в них проявил какие-то качества христианские». Как были посланы, допустим, Христу тоже скорби. Он же молился Богу Отцу, что ему послана эта чаша скорбей. И невозможно ли отойти этой чаши? Но поскольку не было на это воли Божьей, не было воли Бога Отца, в конечном счете, не было воли Его, потому что это была молитва Его как человека, а как Бог Он принимал волю Отца всецело. И поскольку не было такого именно возможности минования этой скорби, то Он ее принял. И у нас так же часто бывают в жизни какие-то обстоятельства, которые невозможно преодолеть, не нарушая заповедей. Вот часто, что за нас такое наваливается, мы можем преодолеть, кажется нам, но, допустим, каким-то образом закон Божий приступив. И вот в этом смысле нам надо быть учениками Христовыми, которые не приступил воле Отца, но нес свои скорби до конца и нес их достойно. То есть Он нес их в молитве, нес их в терпении, опять же, не показывая даже какого-то намека на то, что Он готов нарушить эту волю. То есть старался ее исполнить. Святитель Игнатий, продолжая размышлять о том, что без креста человек не может познавать Христа, призывает. «Распятый на кресте, исповедуйся Господу в праведности судеб Его, обвинением себя оправдай суд Божий и получишь отпущение грехов твоих. Распятый на кресте, познай Христа, и тебе отверзнутся врата рая. С креста твоего словословь Господа отвергает себя всякий помысл, жалобы и ропота, отвергая его как преступление богохульства. Вне креста нет живого познания Бога. Не ищи христианского совершенства в добродетелях человеческих. Там его нет. Оно заложено в кресте Христова». Вот сегодня я разговаривал с человеком о участи, ну, женщина, со мной, о участи своего сына. То есть у него сын, он попал в тяжелые какие-то условия и начал воровать. То есть воровал один раз, воровал второй раз, воровал третий раз, попал в тюрьму. Вот сейчас он находится в заключении, там где-то под следствием. И она спрашивала, как ему можно помочь в данном случае. Вот как можно помочь человеку, который, собственно, своими действиями отрицается Христа. То есть он, да, постигли его скорби. Но он вместо того, чтобы обратиться к Богу с тем, чтобы эти скорби как-то, ну, научиться мудро перенести. Или же чтобы, может быть, Божья помощь действительно ослабли. Потому что Бог всегда идет навстречу. Как говорил Сергей Саровский, что если человек искренно попросит, то Бог всегда исполнит. Пусть даже это не на пользу бывает, но исполнит. Только потом человеку придется отвечать за это неразумное прошение. И вот в данном случае человеку надо было бы помолиться с тем, чтобы получить какое-то вразумление от Бога, как ему поступать в этом случае и как ему дальше жить. Но он пошел по другому легкому более пути. И его постигли еще большие скорби. И вот как опять же избежать теперь этих скорбей? Опять же, только обратившись к Богу, обратившись к Его закону и посмотрев, как я могу в этой ситуации исполнить Божий закон. Вот только тогда можно уповать на помощь Божию. А иначе, то есть мы уже своими действиями отрекаемся от того, что мы ученики Христова. Но если мы, вглядываясь в то, что с нами происходит, начинаем идти или хотя бы ползти навстречу Богу, или хотя бы разворачиваться к Нему, то Он начинает помогать нам. И сколько в жизни тому примеров. Один из них мы и приведем в завершение нашего сегодняшнего урока. История эта произошла в храме целителя Пантелеймона, когда он еще располагался в старом здании. Однажды там появился мужчина, который проводил все дни одинаково. Он тихонько сидел на скамеечке с утра до вечера, а потом уходил, чтобы на утро прийти снова. Его стали приглашать на обед в трапезную, и он смущенно соглашался. Позже рассказал и свою историю, насколько невероятную, настолько и банальную. Человек попался на сребролюбие и оказался в долговой яме. Этим сейчас никого не удивишь. Удивительным было то, что он попался не на кредите, а на золоте колчака, который вот-вот должен был отыскать, но ему никак это пока не удавалось. Классическая история про пиастры. Пойдя по ложному пути, человек дошел до края обрыва и готов был вот-вот уже в него сорваться. Не было денег на обратную дорогу в Казахстан, где оставалась бедствующая семья кладоискателя. Сам он нашел приют у малознакомых людей, но и их терпение было на пределе. Они, скрепя сердце, принимали его на ночлег, а на день просили уходить. Идти ему было некуда, и ноги привели его в храм. Целую неделю этот человек просидел в уголке храма, и ему потихоньку стала подаваться помощь, после того, как он стал ее искать, не у людей, а просить у Бога. А дней через десять мужчину и вовсе взяли на работу, сторожем, с возможностью проживать на охраняемом объекте. Там он исправно нес свою службу, заработал денег на обратную дорогу и поехал домой, к семье, уже вполне оправившимся человеком. Начало же этого возвращения началось с того, что он приступил к постижению божественных заповедей и вдруг открыл их для себя и открыл их непреложность. Ведь сказано, не сотвори себе кумира, а он сотворил, и крест свой стал для него невыносимо тяжелым. Но когда он отрекся от греха, покаялся, обвинил себя, то получил оправдание у Бога. А ведь внешне с этим человеком почти ничего не происходило. Он просто сидел в храме. Но ведь сидел и не в пивной, и не на вокзале. Уж если дома стены помогают, то что говорить о помощи стен дома Божьего? Внешне человек бездействовал, однако внутренне он трудился. Да еще как! И помощь, и Божья, и человеческая не замедлила прийти и позволила ему высвободиться из подтяжести своего креста, который, по слову святителя Игнатия, есть страсти. У каждого они свои. С одними мы родимся, другими заражаемся на пути земной жизни. Суетен и бесплоден крест свой, если он через последование Христу не преобразится в крест Христов. И для того, чтобы это преображение совершилось, нам чаще всего не хватает смирения. Кому человеку смирения хватило. И дальше все пошло согласно духовному закону. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Субтитры создавал DimaTorzok